Что меня радует в данной ситуации? Что у меня будет общественная приемная, я могу принимать население, я к этому долго шла. А звучит где вы говорите? Да, это будет находиться в управляющей компании УК «Наш город» на ПЛК-36Б. Потом вся моя общественная деятельность привела меня к тому, что я стала работником управляющей компании, этой же, замгенерального директора. То есть, понимая, что уже как общественник я, мне мало поля для разворота, как называется, личным примером. Я с радостью иду на это. И хочу сказать, что вот все, что в моих силах, как бы я буду помогать людям, решать вопросы, доносить их до вышестоящего руководства. Чтобы эти вопросы не просто ложились на бумагу, а чтобы действительно это был конструктивный диалог с властью и с управляющими компаниями. И личным примером будем стараться, чем могу, тем помогу. Я уверен, что вы сделаете посильный вклад. Наша задача – собрать действительно людей, которые работают в правильном направлении и действительно грамотные. Общественники должны добиваться, должны все-таки стучаться в дверь, должны бороться за костневостью чиновников на местах, чтобы действительно власть слышала граждан. На сегодняшний момент по всей федерации действует, не до 85 наших представительств, повышение грамотности населения и взаимодействие как с листарственными органами, взаимодействие с населением, взаимодействие с общественными организациями, которыми мы являемся. Все-таки сфера ЖКХ сделают намного лучше и будет тот прогресс, которого так ждет от нас правительство. Нам нужно в себе воспитывать собственников и общего имущества, ведь мы с вами должны донести до всех о том, что мы за все это платим деньги. Есть жилищные услуги, коммунальные услуги. Вот как раз жилищные услуги, которые мы с вами, содержание, ремонт – это как раз общее имущество. От нас зависит, как мы с вами будем проживать. То есть комфортные условия проживания во многом зависят от нас с вами. Поэтому, Валерий Михайлович, еще раз хочу тоже пожелать городу Видного включаться во все наши сферы ЖКХ и правильно работать. Еще раз повторяю, очень важно взаимодействие администрации, управляющих компаний, ресурсно-организаций и собственников жилья. Наша первоочередная задача – это заполнить тот информационный ваб, который сегодня присутствует между его представителями администрации, управляющих компаний и жителями. Зачастую удается решить проблему, на самом деле, без подключения юристов, специалистов, без написания многих жалоб. А поскольку люди приходят, обращаются, говорят, что вот такая-то проблема, мы не спрашиваем, какие меры предпринимались. Они говорят, что мы знаем, что в наш ЖЭК, ДЭС, куда угодно, ходить без толку нам все равно помогут. А вы пробовали? Нет, не пробовали. Ну, давайте попробуем мы. Буквально вчера у нас прошло большое мероприятие. Валерий Михайлович сказал, что мы еще занимаемся большой деятельностью по созданию советов на Гвардерном. Что такое совет дома? Насколько вы уже открыли с этим домом? На территории городского округа Химки более ста советов помогли создать в многоквартирных домах жителям. То есть мы сами их не создаем, мы только оказываем методическую помощь. То есть мы проводим, заказываем листов собственников, проводим встречи с жителями, помогаем собрать флорум, подписи. В рамках общественной приемной ЖЭК и контроля помогаем им взаимовестие с управляющими компаниями, а также с администрацией городского округа Химки. Если у них самих это не получается, они не получают ответа на свои вопросы, подключаемся мы, проводим с ними трехусторонние встречи. И вот, например, буквально вчера у нас была такая большая встреча, когда мы обратились к жителям для того, чтобы предложить им свою помощь на здание совета на Гвардерном доме. Мы услышали просто какой-то шквал критики в адрес управляющей компании. И было принято решение, что вот такой маленькой встречи будет недостаточно, нужно ее расширить. Мы сделали трехустороннюю встречу, и оказалось, что большинство этих жалоб можно было снять путем обращения саму управляющую компанию. И вот этот информационный факт, который был, мы его как-то заполнили, и на самом деле людям было просто нужно разъяснить, за что они платят, почему такое начисление, например, и почему в этой ситуации управляющая компания права. А в тех моментах, в которых управляющая компания была не права, было принято решение создать протокол, управляющая компания его подписывает и предоставляет все время на устранение этих недостатков. Недостатки достаточно все годовые, технические, не требуют никаких дополнительных вмешательств. Люди, в принципе, достаточно благодарны к этому относятся, к нашей работе, они видят отклик, им зачастую достаточно просто встречаться, злить душу, а когда еще они видят реальный результат после этих встреч, они с благодарностью потом к нам относятся и советуют также обратиться в наш общественный приемник. Для чего мы говорим, что нужно создавать советы давно? Вот сейчас вот, да, советы, 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 советы. Для чего? У нас есть с вами графа содержание и ремонт, да, там стоит определенная цифра. А вот складываться-то она может, из чего? Все знают, управляющая компания ТСЖ, что по закону два раза в год должен проходить осмотр. И на основании осмотра составляется уже дефектная ведомость. На основании дефектной ведомости совет дома вместе с главным инженером может пройти и, соответственно, составить план работ на следующий год. На основании этого плана работ вы можете уже, смотрите, корректировать смету, смету расходов. И на основании сметы расходов у вас будет тариф. Поэтому очень важно, очень важно создать работающий совет дома. Но если не будет совета дома, не получится у вас создать работу, ту, которую вы хотите. Вот это очень-очень важно. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня была открыта общественная приемная организации НПЖКХ-контроль в Ленинском районе. Чем это поможет жителям? Это поможет, в первую очередь, тем, что присутствует горячая линия, куда может любой собственник или даже житель обратиться с вопросом. Горячая линия у нас в Московской области. Само отделение будет вестись прием раз в месяц пока. По четвергам с 6 до 20.00 в помещении управляющей компанией «Наш город» ЛК-36Б. У нас такое количество общественных организаций на сегодняшний день, что жители просто разуверились в помощь со стороны общественников. Я очень рада, что я лично могу вести прием граждан и помочь им в этом вопросе. Будет вести суличная карточка приема, и я гарантирую, что нерешенных вопросов не будет. Они просто будут решаться в зависимости от степени сложности, когда быстро, а когда долгосрочно. Мы будем вести разъяснительную работу. Это раз. Мы будем защищать права жителей. Это два. И третье. Это ознакомление с документами, с законом. Будем раздавать литературу. Правовая грамотность – это основа, полагающая для того, чтобы наша сфера ЖКХ была лучше. Мы говорим о том, что действительно это было информационное сообщение жителям. Всем о том, что управляющие компании, собственники, администрации города должны взаимодействовать для комфортного проживания. Все мы жители. Поэтому для того, чтобы нам комфортно проживать, мы должны взаимодействовать в сфере ЖКХ. Мы должны поддерживать порядок, мы должны поддерживать контроль жилищный. И тогда у нас все будет хорошо. Надо расширять общественный контроль не только в сфере ЖКХ, но и в других сферах. Тут есть все полномочия, субъектов общественного контроля. И думаю, что это прямой путь к формированию в других областях вот этого вида общественного контроля в разнообразных, не только в сфере ЖКХ. И мы должны этим и без этого заниматься. Ну вот, пожалуй, все. Я знаю, что работа с управлением дома – это прежде всего работа с образом жизни людей. Потому что нужно их понимать, и чтобы они тебя понимали. И только поддержка, только на основании поддержки. Я вот, например, сама руковожу своим домом. Это полезная встреча. Возможно, что это даст нам больше контактов и с администрацией, и с управляющей компанией. Ну и главное, с моими домочадцами, с которыми я живу. Потому что я их люблю. В сфере ЖКХ творится то, что раньше занималось государство управлением нашими многоквартирными домами. А сейчас так произошло в 1991 году, что произошла приватизация квартир. И многие собственники, приватизировав свои жилые помещения, квартиры и нежилые помещения, они не понимают, что они хозяева в доме, у них есть общее имущество. Они не понимают, почему они платят комбинальные услуги, что входит в тариф, содержание, ремонт. Не могут добиться каких-то элементарных обязательств от управляющей компании, элементарных решений вопросов. В том числе и по замене колопанов мусоропровода. А с чего начать? Я проснулся, я хочу быть активным. С чего мне начать? С чего вам начать? Вам нужно залезть в интернет. Я уже не говорю о том, чтобы посчитать прессу. У нас сейчас пресса – это интернет. Вся молодежь и старшие поколения сейчас все знают, что это такое. Заходите, набираете. Город Видное или Ленинский район. Общественные приемные в области ЖКХ. И находите. Ага, у нас вот такая есть общественная организация. Такая, такая, такая. И идете знакомиться. Или идете с вопросами туда. А дальше для себя делаете вывод. Куда вам чаще обращаться, а куда вам вообще не обращаться. Все, спасибо. Может, пожелание какое-нибудь от себя? Я всем желаю счастья. Так, если что, вы говорите нам, как правильнее стать, чтобы было все отлично. Все сумасшедшие собрались в одной комнате. Чиз. Ой, кто вы не достает? Все, отлично. Спасибо еще раз всем. Жду вашу руку. Девушки, тоже спасибо, что пришли. Я хочу выразить слова благодарности Павелу Николаевичу Грудинину, который помог нам в проведении сегодняшнего мероприятия, Елене Ивановне Добренковой, руководителем музыкальной школы и всем сотрудникам совхоза имени Ленина.